Конфликт в Нагорном Карабахе продолжается, реестр с повестками заработает уже в октябре, Латвия закрывает КПП с Белоруссию, а Твиттер может стать платным. С вами Екатерина Воропай и утренние новости на объективе. Сейчас расскажу о главных событиях вчерашнего дня. Начну, разумеется, с Нагорного Карабаха. Вчера днем Азербайджан начал обстреливать Нагорный Карабах – спорный регион между Азербайджаном и Арменией. В Армении его называют Арцахом. Баку называет свои действия антитеррористическим мероприятием, направленным на восстановление конституционного строя. Армения считает, что ее втягивают в войну и отрицает наличие там своих войск. На момент записи ролика известно о 32 погибших и более 200 раненых. Такие цифры назвал омбудсмен Арцаха Гигам Степанян. Среди жертв семь гражданских, из них двое детей. Кроме того, в боях погиб мэр города Мертуни Азнабур Сагьян. Также об одном погибшем сообщил Азербайджан. По данным Баку, это пожилой мужчина в городе Шуша. Власти Нагорного Карабаха предложили Баку начать переговоры. Азербайджан свое согласие дал. Делегации должны встретиться в городе Явлах. Но, как подчеркнул Баку, обстрелы не прекратятся, пока Карабах не выполнит азербайджанские требования. А именно, не распустит свое правительство и не сдаст оружие. Позже Баку заявил, что под контроль азербайджанской армии перешло более 60 боевых позиций Армении в Карабахе. При этом Ереван утверждает, что армянских военных в регионе нет. Армения призвала российских миротворцев остановить конфликт. По факту, именно они должны следить за безопасностью в регионе. По сообщениям Минобороны России, миротворцы пока не вмешиваются в боевые действия. Как сообщил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов, миротворцы не имеют права стрелять, пока их жизни ничего не угрожает. Они фиксируют нарушения, эвакуируют мирных жителей, взаимодействуют с обеими сторонами конфликта и призывают прекратить огонь. К миру призывают и другие страны, например, Германия, США и Франция. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что соберет экстренное заседание СовбезоОН. ТАСС сообщает, что оно пройдет завтра, 21 сентября. В поддержку боевых действий пока выступила только Турция. Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает решение Баку об операции. В Армении начались массовые протесты. Жители потребовали, чтобы правительство отреагировало на обстрелы. Некоторые протестующие призвали к отставке премьер-министра Никола Пашиняна. Вечером, по данным армянских СМИ, в Ереване начались столкновения с полицией. Протестующих задерживали, против них применяли светошумовые гранаты. К месту протестов съезжались машины скорой помощи. Как сообщили журналисты, протестующие пытались прорваться в здание правительства Армении. Еще одна группа протестующих собралась у российского посольства. По словам дипломатов, здание полностью заблокировали. Работа посольства остановлена. Только Россия несет ответственность за войну в Украине. И мир не должен прекращать поддерживать Киев. С такими словами вчера выступил президент США Джо Байден. Он подчеркнул, что защита и поддержка Киева – это инвестиция в будущее не только Украины, но и других стран. Если Россия победит в войне, если принципы ООН будут нарушены, то ни одна страна мира не сможет чувствовать себя в безопасности. На Генассамблее в ООН выступил также Владимир Зеленский. Он заявил, что Россия воюет не только обычным оружием. Она создает продовольственные кризисы и угрожает безопасности других стран. Зеленский вспомнил об оккупированных регионах Грузии и Молдовы, о войне в Сирии, об отношении России с другими странами. По его словам, нынешняя война в Украине – это попытка превратить украинский суверенитет в оружие против мирового порядка. Также Зеленский намекнул, что ему известно о неких попытках заключить теневые сделки за спиной Украины. Он призвал страны действовать открыто и не доверять каким бы то ни было обещаниям Кремля. По мнению Зеленского, история Пригожина – яркий пример того, что Путин не держит своих слов. Турция оказалась самым крупным импортером угля из аннексированных России Донецкой и Луганской областей. Всего на ее долю пришлось 95% всех поставок. Ими занимаются компании из офшорных зон ОАЭ и Гонконга. Но, как утверждают источники Reuters, уголь идет в Турцию. Транзит ведется из портов Ростова-на-Дону и Новороссийска, которые соединены с Донецком и Луганском железными дорогами. Несмотря на то, что Турция – член НАТО, она продолжает вести активную торговлю как с самой Россией, так и с оккупированными территориями. Реестр воинского учета начнет полноценно работать в России в 2025 году. В этом нас уверяет заместитель министра цифрового развития Олег Качанов. По его словам, у реестра слишком высокие требования к информационной безопасности. Все же там будут храниться сведения о гражданах России и эту служебная тайна. Но забывать об электронных повестках рановато. Качанов подчеркнул, что в этом году реестра запустят, но в тестовом режиме. Не по всей России, а в одном-двух регионах, в каких именно он не сказал. В Кремле обеспокоились виртуальными телефонными номерами. С их помощью можно анонимно регистрироваться в мессенджерах и получать доступ к некоторым западным сервисам, например, чат GPT. По мнению правительства, это способствует использованию номеров в противоправных целях. Само по себе использование не противозаконно, но если вы совершали с помощью него правонарушения и вас смогли вычислить, это совсем другой вопрос. А у нас сейчас каждый чих правонарушение. По информации ТАСС, Роскомнадзор предложил проект блокировки еще в прошлом марте. Сами же сервисы продажи виртуальных номеров будут блокироваться с 1 сентября следующего года. Киев раскритиковал расследование New York Times о ракете в Константиновке. По версии журналистов, ракета все же была украинской. И это был, конечно, не специально спланированный удар, а трагическая случайность. Ракета сбилась с курса и упала на город. Подробнее об этом мы рассказывали во вчерашнем выпуске. По мнению Киева, расследование New York Times требует дополнительной проверки. Украина по-прежнему утверждает, что удар по Константиновке нанесли российской системой С-300. Журналисты же считают, что это украинская ракета комплекса БУК. Также в Киеве призвали не забывать о главном. Ракета на Константиновку упала, потому что Россия ведет войну против Украины. С чем, в общем-то, не поспоришь. Если бы вторжений не было, то никакого расследования вообще не понадобилось бы. Вчера вечером перестал работать один из двух действующих пропускных пунктов на границе между Латвией и Белоруссией. Правительство Латвии решило временно закрыть пункт Силине. Сейчас попасть в Латвию из Белоруссии можно лишь через один КПП – возле белорусской деревни Григоровщина. В Латвии утверждают, что пункт пришлось закрыть из-за большого потока нелегалов. Они пытаются въехать в Европу через Беларусь. Пограничников с пункта Силине отправят охранять границу в других местах. Московский суд объявил новое величие экстремистской организации. Его участников задержали в 2018 году. Их обвиняли в подготовке ни много ни мало государственного переворота. Четверо участников нового величия получили срок от 6 до 7 лет лишения свободы. Еще четверым назначили условные сроки. Обвиняемые с решением суда не согласны. По их словам, они стали жертвами провокации спецслужб. Адвокаты утверждают, что главным организатором нового величия был сотрудник МВД. Он же и дал показания в суде против осужденных. Из многих российских аптек пропал препарат Микардис. Это популярное средство от артериальной гипертензии. Оно снижает давление. По данным источников ведомостей, препарат не найти в аптеках Москвы и области, Саратова, Нижнего Новгорода и Волгограда. Недостаток лекарства подтверждают и в популярных сетях – аптека 25 и Ригла. Микардис производит немецкая компания Берингер Ингельхайм. В прошлом году она сообщила, что прекращает поставки его в Россию. Впрочем, она ушла не полностью и продолжает поставки жизненно важных препаратов. Росздравнадзор утверждает, что на российском рынке есть аналоги с тем же действующим веществом. Однако опрошенные ведомостями эксперты заявляют, что аналоги Микардиса – лекарства старого поколения. У них могут быть побочные эффекты, в отличие от самого Микардиса. Кроме того, ими может быть сложно подобрать правильную дозировку. Блогеры Даню Милохина объявили в розыск по заявлению военкомата Анапы. По данным РИА Новости, Милохин прописан в Москве, но зарегистрирован в военкомате Анапы. А на учет в столичный военкомат он так и не встал. Сам Даня находится не в России. Он покинул страну после заявления Екатерины Мизулиной. Она потребовала призвать его в армию, поскольку блогер якобы обидел многих россиян своими заявлениями против России. Служба в армии у нас выходит – наказание для нелояльных граждан. Интересно получается. Илон Маск намекнул, что скоро за твиты придется платить. По его мнению, небольшая сумма денег за твиты поможет решить проблему ботов. Пока Маск не сказал, сколько будет стоить подписка и как скоро ее введут. В разговоре с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, где он и упомянул возможную плату, проскочила лишь абстрактная фраза про небольшой платеж в несколько долларов. Я, как твиттерская, протестую. Никто не должен платить за щитпост. Сидите ли вы в Твиттере и как вам обновление Маска? Пишите в комментариях. Сегодня также выйдет наш выпуск с аналитикой от ведущих мировых СМИ. Не пропустите. А я прощаюсь с вами. До вечера. Субтитры подогнал «Симон»!